Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Снова мы возвращаемся на финансовые площадки, чтобы фундаментально анализировать все события, которые на них происходят, и на основании этого строить дальнейшие инвестиционные решения. Очень надеюсь, что выходные прошли хорошо, вы смогли отдохнуть, чтобы снова с прежними силами, которые на этой неделе уж точно понадобятся, вернуться к нашим старым добрым рядовым спекуляциям. Напоминаю то, что эта пятидневка у нас крайне интересна с точки зрения отчетов, потому что у нас сразу будет возможность проанализировать актуальные цифры по индексу потребительских цен Англии, еврозоны и Соединенных Штатов Америки. И вы прекрасно понимаете, что все эти регуляторы по сути сейчас ориентируются прежде всего на крайне низкие значения по индексу потребительских цен, практически поглядывают на угрозу дефляции. И именно от того, насколько динамично все-таки этот показатель в перспективе будет расти, зависит от того, когда же все-таки эти регуляторы перейдут к так ожидаемым решениям по изменению вектора монетарной политики. В частности, особый акцент я продолжаю делать на еврозону, где мы снова констатируем риски роста дефляционного давления и видим то, что последние шаги со стороны Европейского Центрального Банка пока никак не повлияли на общую картину. Хотя, если быть объективными, в марте только было принято решение о беспрецедентном подходе по стимулированию, наверное, еще прошло слишком мало времени. Поэтому не будем забегать вперед, продолжим все-таки следить за статистикой. Быть может, все-таки эти действия возымеют свой положительный эффект на динамике индекса потребительских цен. Ну, а что касается ФРС, здесь у нас есть жесткий противник повышения процентных ставок. Это председатель Федеральной земной системы Джанет Йеллин, которая по-прежнему не видит возможности для того, чтобы отдать свой голос за повышение процентной ставки и в целом протащить эту идею. Джанет Йеллин ссылается на крайне нестабильную ситуацию в мировой экономике, которая может быть чревата дополнительными рисками для США. Поэтому лучше ждать, смотреть, анализировать и ориентироваться на более подходящие условия. Об валютных парах, евро, фунте и, собственно, долларе мы с вами традиционно поговорим конкретнее, подробнее, когда переключимся на перспективы этих валютных пар. Но, чтобы не нарушать наш привычный сценарий, начнем мы сегодня традиционно с нефти. Но прежде чем переключиться на бренд, хочу сделать вам два объявления. Первое заключается в том, что сегодня, не забывайте, в 16.30, как и всегда, в понедельник состоится вебинар, правильный понедельник, где мы снова анализируем основные события прошлой недели, посмотрим, как они повлияли на динамику активов, которые за ними стоят, и посмотрим, как они могут продолжить сказываться на, соответственно, волатильности и ценовых перспектив тех инструментов, которые стоят за регионами, в рамках которых эта статистика и была опубликована. Также рассмотрим в целом, проанализируем основные макроэкономические отчеты предстоящей пятидневки и поставим среднесрочные ориентиры на неделю по наиболее ликвидным валютным парам. Поэтому в 16.30 по московскому времени полагаю, что данный период, данное время подходящее, потому что сколько раз мы уже делали опрос, вроде бы как, скажем, оно удовлетворяет большинству тех, кто был заинтересован на посещение, скажем, этого вебинара. Но те, кто не сможет присутствовать, не переживайте, потому что завтра с утра будет доступна уже запись на нашем официальном канале на YouTube. И еще одно объявление, оно связано с тем, что поскольку наступил новый квартал, вы помните то, что в первом квартале мы подготовили очень интересный, с точки зрения визуального оформления среднесрочный прогноз, получили приятную обратную связь. И как я и обещал, подобную инициативу мы подхватываем, потому что вот уже буквально в ближайшие дни я подготовлю вам новый среднесрочный прогноз по тем же самым активам уже на второй квартал. И он также будет доступен на нашем сайте и на официальном канале. Но как только запись будет полностью смонтирована и готова, я в ходе брифингов, пользуясь той возможностью, которая у меня есть, конечно же, анонсируя о том, что он появился. Ну а теперь давайте переходить к динамике черного золота, бренда. Мы с вами ориентировались на косочные перспективы этого актива на отметке 41.50. И, уважаемые друзья, мы до тут добрались. В частности, хочу вас поздравить с этой идеей. И тех, кто смог прокатиться на этом локальном бычьем ралли, вы должны благодарить только себя. Потому что вместе со мной правильно оценили текущую фундаментальную картину и поняли, что спекулятивный интерес по факту решения, которое будет известно уже в это воскресенье, встреча нефтедобывающих стран в Катаре 17 апреля. До этих пор, до того, как будут оглашены итоги, была возможность поспекулировать на позитиве и сделать ставку на росты и бренды и WTI. 41.50, в частности, Клосса пятница 41.75, но быки на этом не останавливаются. Мы видим актуальные локтировки 42.08. Допускаю то, что ралли может быть продолжено. Но поскольку я уже дал вам рекомендацию, как только доберемся до отметки 41.50, а стоит покинуть расположение этого актива, я не хочу вас настраивать на то, чтобы попробовать еще снять вот эти дополнительные сливки. Это неоправданный риск и совершенно не нужно. Рынок подарил нам хорошую возможность, эту возможность мы использовали. Поэтому давайте сейчас закроем ордера, связанные с ростом. Уйдем в сторонку и будем дожидаться заседания, итогов. То есть, в понедельник я, разумеется, первым делом в ходе брифинга расскажу вам, о чем стороны договорятся, либо не договорятся. В общем, вы будете в курсе всего самого интересного. Безусловно, считаю, что это заседание может оказаться судьбоносным для дальнейшей динамики нефти. Нам будет о чем поговорить, и мы определим уже дальнейшие, единые, кратко-среднедолгосрочные ориентиры. Потому что если заседание, точнее даже без, если, как только заседание пройдет, у нас на повестке нет какого-то фундамента, который позволял бы нам делать ставку на продолжение роста и сохранение вот этого потенциала для обычного ралли. Вы помните то, что я исключительно медведь по позициям черного золота, потому что считаю, что предстоящая встреча явно окажется безрезультатной. И предполагать так у меня есть все основания, потому что риски дополнительных объемов, которые шли со стороны Ирана, они сохраняются, потому что Иран уже четко дал понять, что не будет поддерживать инициативы по, соответственно, заморозке объемов производства и снижению объемов выработки. Потому что они еще не добрались прежней цели в 4 миллиона баррелей нефти в сутки. Поэтому это событие, заседание остается номер один, но особых иллюзий мы не питаем. Краткосрочно мы уже прокатились на росте бренда и, в частности, еще подстегнул интерес в пятницу ожидание того, что объемы добычи в США продолжат снижаться, ожидание того, что спрос по причине сезонных факторов. Вы помните, мы делали акцент на то, что загрузка нефтеперерабатывающих заводов увеличивается перед летом, и это тоже локальный фактор поддержки. Ну и еще традиционный пятничный отчет от Бекер Хаджес по количеству нефтяных платформ и буровых. Снова у нас сокращение, если на прошлой неделе индикатор показывал на количество в 362 штуки, сейчас 354. Это также локально поддержало бренд. Что касается дальнейших ориентиров, с ними вроде бы как мы разобрались. Пожалуйста, прислушайтесь к моей рекомендации. Сейчас не нужно продолжать делать ставку на укрепление позиций бренда, потому что велика вероятность каких-то дополнительных сообщений на рынке в преддверии заседания нефтедобывающих стран, которые смогут очень быстро изменить баланс сил и создать условия, может быть, даже для доминирования уже медведей. И если мы в пятницу увидели, как бренд практически на безосновательных условиях смог проделать расстояние в 6% к собственной стоимости, нужно понимать то, что и разгрузка в любой момент может быть такой же существенной. Поэтому, снова повторяюсь, для краткосрочных трейдеров уходим в сторонку, ждем итогов заседания, соответственно, в катере в ДОХе. Для долгосрочных трейдеров здесь уже настраиваемся на то, что наконец-таки период спекулятивных ожиданий уже практически позади, а значит, можно снова с прежней уверенностью делать ставку на гиперизбыточность предложений и верить в то, что бренд еще серьезнее просядет. Курс российской валюты против доллара 66.80, у нас была цель 67, мы эту поддержку быстренько преодолели, сейчас 66.80, допускаю, что, возможно, динамика сейчас также создает еще дополнительные, остаточные возможности и эффект для большего укрепления, но потенциал для дальнейшего роста уже незначительный. Сейчас в преддверии ожидания разгрузки бренды также предлагаю снова уже переквалифицироваться из покупателей рубля в продавцы, потому что с большой долей вероятности я прогнозирую еще один риток девальвации, который снова вернет нас на отметку 70 против доллара. Что касается дополнительной поддержки для идеи распродаж курса российской валюты и рубля в целом, нужно еще понимать, что Центральный банк России также не дремлет, потому что как только рубль стал активно укрепляться, на повестке обсуждения сразу появились такие темы, как снова возможные валютные интервенции. И я допускаю, что где-то на уровне 66-65 они действительно возможны. Лучше не дожидаться обратной тяги уже по факту вынужденного эффекта, признать то, что максимум через укрепление рубля уже выжат и объективно оценить дальнейшие перспективы российского валютного актива против евро и американца. И эти объективные перспективы, к сожалению, предполагают возможность ослабления рубля. Далее идем. Европейская валюта против доллара. Актуальные котировки 1.14.11. Медведи никак не хотят стать главной движущей силой этой валютной пары. И это только дополняет, скажем, наши предположения и добавляет уверенности в том, что евро еще не исчерпало собственного потенциала для роста. Вы помните, что мы сначала ориентируемся на возможности пробития сопротивления 1.15 и 1.16. И только после этого будем закладывать в основу трейдинга прежние медвежьи ожидания. Поэтому сейчас, если есть возможность держаться в стороне от валютной пары, это будет возможно даже лучшим инвестиционным решением. Если хотите рискнуть, то предлагаю сначала поставить на краткосочный бай и только после тестирования поддержки 1.16 рассматривать уже сел с возможностью возвращения на отметку 1.10. Если говорить про новостной фон, пятничная торговая сессия никаких интересных отчетов нам не предложила. Но эта неделя уже будет явным исключением, потому что если раньше мы говорили о том, что евро не обращает внимания на национальную статистику, полагаю, что сейчас у нас все-таки есть предположение о том, что такой подход будет изменен. Потому что у нас на повестке не тривиальный отчет по индикатору производственной активности, либо индексу цен производителей по промышленному сектору, либо сфере услуг. У нас отчет по индексу потребительских цен, то есть уровень инфляции. И данные об этом будут опубликованы 14 апреля, то есть в этот четверг. Если индикатор снова останется на отрицательной территории, годовое значение, я считаю то, что это будет только усиливать спекуляции на тему того, не обойдется ли Европейский Центральный Банк без еще одного шага по доп. мерам экономического стимулирования. И снова вспоминаю я комментарии главного экономиста Европейского Центрального Банка Питера Прайта, который еще на прошлой неделе дал нам ясно понять, что в случае снижения инфляции и роста риска дефляции, Европейский Центральный Банк может снова снизить процентную ставку. Тем более, что пространство до подобного маневра еще сохраняется. Доп. меры экономического стимулирования. И без того сейчас ЕЦБ уже, наверное, сделал все, что можно, но пока евро особо не реагирует на то, что происходит. Но мы, как я уже отмечал, продолжаем копить вот этот негатив, понимаем то, что сейчас помимо статистики, слабого макроэкономического фона на повестке еще и Brexit, который ударит не только по Англии, но и ЕС в целом, у нас снова актуальные, скажем, слухи по поводу разрешения долгового кризиса в Греции. Вот периодически в новостях появляются те или иные сообщения, которые касаются этой темы. Я буду держать вас в курсе, как и всегда. Ну, в общем, политическую картину также, считаю, у нас есть возможность использовать в качестве дополнительного негативного фактора для перспектив главного валютного риска. Фонд против американца. Доллар остается, точнее, британская валюта остается аутсайдером, даже несмотря на тот рост, который мы наблюдаем на сегодняшней азиатской торговой сессии. Актуальные котировки 1.4143, лоу пятницы 1.4046. Поверил я, был уже в то, что наконец-таки мы сможем добраться до поддержки 1.40, но опять рынок взял паузу и решил сходить сначала выше, прежде чем двинуть к нашей заветной цели. Статистики было достаточно. Данные по торговому балансу снова дефицит, и он увеличивается. Промышленное производство по Англии минус 0,3% против прошлого роста 0,2%. Это в месячном выражении. В годовом минус 0,5% против прошлого роста на 0,1%. Поэтому такой слабый промышленный сектор уже является свидетельством того, что трейдеры полностью разуверились в ожидании хороших темпов экономического роста, потому что понимают, что импульс для экономического восстановления уже напрочь утерян. Мы ждем более слабых данных по ОВП. Уже официальная статистика, в частности, еще в пятницу предварительные данные вышли по экономическому росту. 0,3%. Это крайне низкие значения. Фундаментальная картина сигнализирует в пользу того, что фонд нужно распродавать. Риски Brexit для него еще более актуальны, чем для всей еврозоны. И сейчас опасение того, что в конечном счете мы услышим такое радикальное решение после референдума, то есть большинство проголосуют за выход Англии из состава ЕС, оно усилилось безрезультатным и, скажем, безрезультатным, да, можно так сказать, референдумом, который прошел в Голландии, который предполагал создание единой ассоциации ЕС и Украины. Поэтому у нас политическая картина также выступает дополнительным негативом для британца и я уверяю вас, мы доберемся до уровня 1,40, произойдет это уже в самое ближайшее время. Тем более на этой неделе у нас данные по инфляции, которые уверен, снова снизится и снижение инфляции снова станет причиной пересмотра прогнозов и ожиданий о повышении процентной ставки, что сейчас в принципе английской экономике не видать как своих ушей. 1,40, туда пока и ориентируемся. Доллар японская иена, 107,91, актуальные котировки, я говорил вам о том, что мы подтянем инвестиционную идею покупки американца против иены, мы это, собственно, и делаем. 109,50 это buy stop, новый отложенный ордер, 100+, 107. Что касается тейк-профита, не будем себя ограничивать, тем более, что понимаем, все-таки решение об ужесточении монетарной политики, оно уже не за горами и чем более, скажем, хорошую статистику мы будем дальше лицезреть вместе с прочими участниками рынка по США, тем больше будет уверенности в том, что все-таки единая позиция в рамках голосующего комитета будет предполагать возможность разгона косочных процентных оставок. Ждем следующего заседания, периодически следим еще за комментариями чиновников ФРС, в частности, пятничное выступление Дадли, которое снова указало нам на то, что и он видит все условия для повышения процентной ставки, считает то, что уровень безработицы в 2016 году в США снизится до отметки 4,75. Что касается экономического роста, то мы сможем увидеть прирост ВВП в США в этом году больше, чем на 2%, то есть оптимизма достаточно. И это, скажем, не только свойственный ему подход, давать такие, делать комплименты американской экономике, у нас уже есть несколько и других чиновников, Вильямс, Мейстер, Дадли, у нас есть Локарт, Афишер, Розенгрен, и все они готовы, скажем, убедить Джанет Йеллен, но пока, правда, им это не удается, в том, что американская экономика готова, чтобы сделать еще один шаг на путь совершенно новых реалий с точки зрения ставок. Ждем роста американца против иены, считает то, что он уже не за горами также, потому что распродажи были чрезмерны в последнее время, настроения сейчас явно меняются, и, ну, по крайней мере, сегодня мы не увидим уже активного спроса на японскую валюту как защиту. И полагаю, что это также является локальным сигналом, указывающим на то, что трейдеры с точки зрения продаж уже выдохлись. Ждем роста. Также хотел еще отметить пару ювездикат, потому что к пятницу вышли данные по рынку труда. Безработица 7,1% с 7,3%, хороший отчет, очевидный прогресс. Измене числа занятых. 46 тысяч новых рабочих мест с прошлого снижения на минус 2,3%. Это в целом стало причиной укрепления канадца, но думаю, что все-таки ключевое воздействие и эффект на канадскую валюту оказало восстановление нефти. И здесь у нас благополучие очень такое сомнительное, потому что понимаем, что в любой момент бренд снова может отправиться вниз. Напоминаю то, что по ювездикат я уже обозначил вам цель, которой руководствуется сейчас Morgan Stanley и еще и BNP Paribas. Правда, у них немножко более консервативные значения. Но в целом они рекомендуют покупать пару ювездикат прямо с текущих значений. В качестве уровня стоп-лосса поставите 1,27. Это Morgan Stanley и BNP Paribas 1,2750. И тэк-профит 1,35. Считаю то, что эта сделка может быть очень привлекательной и выгодной. Тем более, что мы настраиваемся на потенциальный рост доллара и понимаем то, что нефть все-таки снизится в ближайшее время и окажет давление на канадскую валюту. По другим валютным парам все без изменений. Австралийц против доллара 0,7570. Ждем 0,75. Это тестирование поддержки. И потом последующий хон на отметку 0,70. Новозеландец против доллара 0,6823. Ждем 0,65. И USDCVC так и продолжает торговаться чуть выше поддержки 0,95. И снова я говорю о том, чтобы вы рассмотрели возможность для покупки швейцарца, точнее американца против швейцарского франка с текущих значений как наиболее привлекательных и выгодных. Собственно, такие же параллели, как SPAR и USDCAD по хорошим ценовым значениям для долгосрочных сделок. Из важных отчетов сегодня, по сути, даже акценты сделать не на что. Ну ничего, будем следить за новостным фоном. Может быть, что-то изменится. Если что-то интересное появится на рынке, я об этом вам завтра расскажу. Ну а завтра ждем данные по инфляции в рамках Германии, которая у нас традиционно является предвестником аналогичного отчета уже по еврозоне в целом. На этом все. Если есть вопросы...